Думаю, это вам. Спасибо огромное. Простите, чтобы из имени так и не сказали, с кем передадут. Благодарю. Чуть не забыл, Мишель просил деньги перевезти сразу. У него сейчас финансовые затруднения, чек в коробке. Сделаем. Всего доброго. До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, может быть, возьмете чемодан, или мы тогда вечера будем стоять? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, да. До Зареченска 120 километров, а мне еще в три места надо успеть заехать. Да, вам сказали, что тариф на междугородный перевоз с тем повысился? Это неважно. Прошу. В гостиницу? Нет. На кладбище. Куда? На кладбище. Ну, что вы стоите? Поехали? Поехали. Поехали. ЧТО СВИДЕЩИЯ ПОТОМОНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ЧТО СВИДЕЩИЯ Я уже в России. Как только определились, когда гулять, сразу сообщил. Да, на связи. Как будто не знаю, что я только что прилетела. Простите, мадам, но я невольно подслушал ваши разговоры. Ничего страшного. Вы говорите по-французски? Не очень хорошо. По-английски и по-немецки гораздо лучше. Вот это сервис. А ещё какие-то языки знаете? Латынь. Латынь? Первый услуг России постоянно совершенствуется. А вы давно эмигрировали? Я не эмигрировала. Я сбежала отсюда 10 лет назад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все в порядке? Я думала, что это будет просто ужасно. А всё не так. Меня не было 10 лет, а... могила такая ухоженная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали. Улица Жукова, дом 15. Я как-то даже переживаю. 10 лет ни слуху, ни духу идут. На тебе. А что у тебя в телеграме написано? Лизонька, я побежусь. У меня сегодня генеральная, я ещё должен успеть загримироваться. Так. Так вот и у меня. Слово-слово. Да, я тоже думала, что Танька обиделась на нас навсегда. Но если она приезжает, надо встретить как следует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай так. Так. В ресторане в полшестого встретимся и всё обсудим. Угу. Договорились. Я зайду. Нет, 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 я, мальчик. Ну, хватит. Ну, хватит. Ну. Смирно. Так. Так, Рябков. Коле перед сном дашь горячего молока, он только перестал кашлять. У Маши не сделана математика. Ровно в 10 я звоню. И если дети не в постелях... В постелях, в постелях. Клянусь. Отца слушать, если серьёзная проблема, звоним мне. Поняли? Свободны разойдись. СТУК В ДВЕРЬ Папа. А мы в Каликовскую битву поиграем. Да. Подожди, сейчас мама выйдет. Хорошо. Поосторожно. Пойдёмте. Голова закружилась. Понятно. Герани больше нет. Мама очень любила Герань. У нас все подоконники были заставлены горшками. Кажется, что она цвела круглый год. Как вы думаете, Герань может цвести круглый год? СТУК В ДВЕРЬ Цветовод из меня никакой. А у мамы всё росло. Так, вдохните поглубже. Хорошо. А ещё разик. И ещё. Мама так внезапно умерла. Сердечный приступ. А меня рядом не было. Я в Москве училась. Да, зачувствую. И я осталась одна. Думала, сама умру. А тут Гийон. Нанял меня в экскурсионном бюро, где я подрабатывала. Обзорную экскурсию по Москве провести. Почти сразу предложение сделал. И я сбежала с ней в Париж. Квартиру продавала. Прилетела на полдня документы подписать. И сразу назад. Даже сюда не зашла. Простите мне мою несдержанность. Вы не обязаны были меня слушать. Почему? Таксисты, сиделки, бармены. Обязаны выслушать своих клиентов. Всё равно я сожалею. Пора ехать. Да, как скажете. Пожалуйста. Чехерцма, Чикапули. Готовы сделать заказ? Газобхури. Пельмени. У вас магазинные или свои? Молодой человек, вы там сейчас дырку проглядите. Конечно. Ручной. Свежайшая говядина и свинина. Тогда три порции пельменей со сметанкой. Танюха же вроде со сметанкой любит, да? Да. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Я у вас одно меню заберу? Конечно. Вот, выпилился, да? Ну, ты бы ещё купальник надела, он бы тебя совсем съел. Воспитательница детского сада. Я хотела что-то поприличнее просто надеть, а в шкафу ничего не было. Вот. Платье с выпускного нашла, хотела выкинуть. Влезла. То-то я смотрю что-то знакомое. Выпускной. Ой. Прошу. Чемодан тут поставьте. Угу. Вы в порядке? Значит так, если понадобится успокоиться, откройте и два-три раза глубоко вдохните. Держите. И ещё купите в аптеке на стойку пустырника. У нас на Семёновской двадцать ночная работает. Тридцать капель на ночь, две недели и всё пройдёт. Берегите себя. До свидания. Подождите! Что? Я же вам не заплатила. А, да ладно, не надо. Ну что значит, да ладно? Вам что, деньги не нужны? Тогда можно я вас ещё немного арендую? Ну, мало ли мне опять понадобится сбежать. Подождите меня у гостиницы, а я в конце за всё с вами расплачусь. Не волнуйтесь. Да я не волнуюсь, просто... У меня смена закончилась. Ну, пожалуйста. Мне как-то надёжнее, если вы рядом. Да, назвался Грузием. Хорошо, я жду вас внизу в машине. Какой кошмар! Да. Капельницу днём прокапали? А, завтра последняя? Хорошо. Ну, препарат французский. Параллельно всё равно его ставить нельзя, поэтому завтра уже подвезу. Да. На связи. Давай. Таня. Танюш. Таня, девчонки. Привет, Танюшка. Привет, прости нас. Мы сволочи, конечно. Мы эгоисты. Не нужно было тебя одну оставлять. Ну, я беременная была, у меня такой был токсикоз, что я просто с кровати встать не могла. А меня Андрей бросил, и я в такой депрессии была, я вообще ни с кем разговаривать не могла. А ты сама почему не позвонила, не рассказала всё про Лидию Николаевну? Я так плакала, когда узнала. Ты знаешь, я когда к маме на кладбище иду, я всё время к ней захожу. Девочки, девочки мои, вы меня простите. Ну, что вы в самом деле, девчонки, давайте-ка так, бокалы, дай-ка мы на тебя посмотрим, как ты похорошела невероятно. Какая ты стильная. Да ничего особенного, стилиста вообще пора менять. Да ну их эти тряпки. Как же я рада вас видеть. Ура! Ура! Ну, светлая память мамочке Гийому. Не чокайся. Гийом очень любил всё русское. У него бабушка из эмигрантов была, учила его языку и истории. Гийом даже сеть своих ресторанов назвал «Золотые купола». Кухня а-ля Рюс. Но пельмени здесь всё равно вкуснее. А когда муж умер? Почти год уже. Так почему же ты сразу не приехала? Боялась. Вернуться в прошлое. Слишком тяжело тогда было. Но Гийом знал, что я скучаю по России, по дому. Думаю, поэтому и завещание такое оставил. Выйти замуж за Русского в течение года. И чтобы обязательно из-за Реченска был. Хотел, чтобы я всё-таки домой вернулась. За Русского? Из-за Реченска? Да. И осталось меньше недели. Иначе я не получу ни ресторанов, ни акций. Гийом знал, что меня трусиху по-другому с места не сдвинуть. Так что я приехала в Зареченск. Как это? Женихаться? Поможете? Вы-то тут всех знаете. А я уже, можно сказать, никого. Ну, как возможно за такой короткий срок встретить приличного мужа? А Татьяне муж не нужен. Ей нужен партнёр. Брак же будет фиктивным, я правильно понимаю? Да. Через полгода разведёмся. И я заплачу за хлопоты. Жених, конечно, должен быть человеком порядочным. Но и врать уметь убедительно. Чтобы у иммиграционных служб не возникло вопросов. Поможете? Не волнуйся, Танюх. Мужа мы тебе найдём. Так, Лиза, ты в мозгу перебираешь всех своих знакомых мужчин, я перебираю всех своих. Завтра мы тебе предоставим приблизительный список. А сегодня-то что так душевно сидели? А сегодня к чёрту все дела. Ещё шампанского. Хорошо, что я вас не отпустила. Девчонки, садитесь. Поехали. Двери, двери, аккуратно с вами длиннющими ногами. В караоке самое лучшее. Поехали. Поехали, ладно. Серый, да отдам я тебе деньги. Не пыли. Ну, недельку ещё потерпи. Угу. На связи. Вот свино-то. Три дня не прошло, а он про счётчик. Да. Чё тебе? Там, это, посетители пришли. Какие посетители? У нас ремонт. Ну, так там, это, профессор с ними? Чё, что сразу-то не сказал. Тормоз. Тормоз. Поехали в другой бар? Да. Нет, это самый лучший. Так, я тебе сказал, подожди. Ой. Юрий Алексеевич, приветствую. Милости прошу. Ой, девочки, идём. СМЕХ Какой ценой? Я тебя водитель где взяла? Угу. По интернету заказала. Держи. Прошу. Шампанское. О, вот это я понимаю. Чего ещё желаете? А у вас есть пельмени? СМЕХ Со сметаной. Прелесть какая. Шампанское с пельменем. Базилия, взвякни в магазин, пусть пришлют пельмени с шампанским. Сделай. И сметаны. Потому что душа у народа горит. А ваша ирония неуместна, между прочим. Да. Это мадам Ефремова Базена, и она очень заскучилась по русской настоящей кухне. А в Париже у неё ресторан. Золотые купола. Слышали? Слышу. Говорят, дорогой. Лизка. Да ладно тебе. Ну что, пусть все знают. А у вас есть какие-нибудь русские романсы? У нас широкий выбор песен. Отлично. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ух ты. Здорово ты обустроился. Для себя и старался. Ну, проходи. А, спасибо. Смотри-ка. Выпишите. Дай, я за рулём. А что, девчонка эта правда из Парижа? Да нет, смешная она. Просто мигрантка. Юрий Алексеевич. Да. Взаймы не дашь? Понимаешь, кредит взял. Коттедж строил. Ну, и в баре ремонт, опять же, отдавать надо. А тут фундамент поплыл. И во сколько ремонт встанет, я сам не знаю. Ну, хотя бы часть отдать. Дай со мной мили. В одно важное дело вложу. Вон. Видишь, так шуя. А я думал, это коллеги твои или родственники. Прибыль-то хоть будет? Должна быть. По крайней мере, в это очень верю. Тихо. Аккуратно. Девочки мои. Иришка. Лизонька, спасибо вам за все. На здоровье, дорогая. А теперь в гостиницу. Завтра не встанешь. Завтра женихов надо отсматривать. Давай, давай, давай. Не хочу, я хочу с вами петь и танцевать. Нет, веселиться будем завтра. А сейчас все в гостиницу. А поехали со мной, а то мне будет скучно. В гостиницу, в гостиницу. Вы до номера ее проследите, хорошо? Спасибо, оплачено. Да. Стойте, стойте, я сейчас увлекла. Я вас люблю. I love you. И это еще зачем? Таксист, бессеребрянник. А-а-а. Подозрительно. А Ефремова совсем не изменилась, да? Как была, так и осталась. Как напивалась двух бокалов шампанского, так и напивается, да. Да, только фамилия теперь другая. И шмотки, это кутюр. Шмотки, да, шмотки, да. Чего она решила стилиста менять? Не знаю. Приехали, мадам. Приехали. Приехали. Нельзя. А-а-а. Ух-х. Тихо, тихо, тихо. Нельзя. Надо отдохнуть. Да. Ну, хоть я боялась. Чего? Ты же знаешь, темнота. Я сейчас включу ночник. Нет, мама, лучше поспи со мной. Ты должна спать одна. Почему? Ну, потому что ты взрослая девочка. Давай засыпай. Тихо, 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 тихо. Спокойной ночи. И так посидели, так попели душевно на три голоса. Вот как в этом, в нашем, Рябков, помоги. Как в школьном ансамбле. Да. Помню, ваше трио на весь район гремело. Помнишь. А Танька, она вообще не переменилась за десять лет. Вот какая была заводная, шебутная, такая и осталась. Ира. А? А можно я у тебя сегодня останусь? Ну, Рябков, мы в разводе. Ира. Боря, нет. Я не могу так жить. Я не могу без тебя жить, без детей. Это не жизнь, это какое-то дворное мучение. Сколько я могу прозить прощения за эту дурадку секретаршу? Мне из одного случая всю жизнь каяться. Да. И будет мало. Теперь ты понимаешь, насколько мне было больно и плохо. И то, что ты после развода остался без штанов, это только маленькая компенсация за мои муки. Понятно. И вообще, Рябков, как ты предполагаешь, что мы опять будем вместе, если ты гол как сокол? А может тебе сначала на Танюхе жениться? Что? Ну, фиктивно. Вы полгодика поживете, потом разведетесь, она тебе оставит денег. А лучше нет, нет, лучше не денег, лучше домик на Лазурном берегу. А потом ты с этим приданным придешь ко мне, и я рассмотрю твое предложение. А без этого о воссоединении можешь забыть. Да понял я, понял. Так можно я сегодня останусь? Рябков, нет. Да, Ира. Нет, Боря. Да. Боря, нет. Давай рассказывай, как вы посидели. Хорошо. Мы пели, веселились, как раньше. Угу. Ты бы видел, как она одета. Про остальное я вообще молчу. Глядь на нее понимаешь, в каком болоте мы живем. Ну ладно, Лизонька, ну Заречник замечательный город, а ты у меня и без шмоток самая красивая, самая умная, самая нежная. Ты же у меня Дездемона. Ну спасибо тебе большое, Дездемону, кажется, задушили. Малофелия. Ну она тоже закончила плачевно. Пап, а помнишь, Танюха была в тебя влюблена в школе? А-та-та-та-та-та-та-та. Мы как раз тогда первый сезон давали, давали Гамлета. Да. Да, она еще в школьном походе начала специально тонуть, чтобы ты ее спас, помнишь? Она так заигралась, что чуть не утонул, я ее спас. Пап, но у вас же есть замечательная история, которой можно воспользоваться. То есть? Вы сможете инспекторам без запинки рассказать эту историю, а потом останется только немножко приукрасить о том, как Таня возвращается в родной город, и у нее в сердце вспыхнула первая любовь. Слушай, я вообще ничего не понимаю. Папа, у тебя есть грандиозная возможность сыграть лучший спектакль в своей жизни, который обеспечит нас на всю жизнь. Мы сможем жить свободно, путешествовать по всему свету. Таня, нужно выйти замуж фиктивно. Через полгода разведетесь, она будет выплачивать элементы. Так что, во Франции такие законы? Да нет, это ее муж покойный, большой оригинал с фантазией. Завещание такое с тобой. Что? Такая роль тебе и не снилась? Есть много другого рацию на свете. Нет, ты знаешь, я не готов, нет. Мне нужно радость. Мне нужно вдохновение. Потом Таня молода, а я на ее фоне буду выглядеть просто стоящим лавеласом. Я буду смешон. Елизавета, твой гениальный отец готов. И широкий. Правда? Папочка, ты у меня грандиозный артист. Для тебя сыграть любовь с Таней – это пара пустяков. Да что угодно. Я ж бы только ты была счастлива. Так. Базилё, как в интернете текст перевести? Вбиваете переводчик. Так. Там программа выскочит. Ну, выбираете язык. Да давайте я сам. Не-не-не-не-не. Иди-иди. Все, иди. На сегодня свободен. Давай. Давай. Ага. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Доброе. А я вас и на сегодня наняла? Нет. Я зашел поздороваться. Нормально. Голова болит? Понятно. А я вчера как в гостиницу вернулась? Вы ушнули в машине, я вас перенес сюда. Мне совершенно нельзя пить, извините. Это нужно выпить. Опять пузырьки? Через 20 минут голову отпустят, вам станет легче, можно будет поесть. Я пошел. А стойте. Стойте. Сейчас. Я не помню, платила вам вчера или нет. Нет-нет, все нормально. Вы мне ничего не должны. Я пришел посмотреть, как вы. Вы в норме. Все. Я пошел. А стойте. Доставка груза на третий этаж тоже стоит денег. Я надеюсь, что все это останется между нами. Само собой, мадам. Только денег не надо. Нет-нет. Мне так спокойнее, если я заплачу за умолчание. Я что, сюда шампанским плеснула? Паспорт в порядке. Ура, кредитка тоже. Свидетельство о рождении. Вот дура. И что теперь с этим делать? Сушить бесполезно. Все чернила размыты. Да, придется ехать в ЗАГС. Ну, там архив. Там сделают копию. Так, все. Я жду вас в машине. Настоящая бабыньга. А голова уже не болит? А, я вижу. Что именно? Синяков под лазанью дать. Прошу. А вы не очень-то галантливы. Поехали. А вы не очень-то галантливы. Копию свидетельства будут готовить дней десять. А я так долго ждать не могу. Мне его иммиграционным службам нужно предъявлять. Наверное, надо было предложить, как это? Взятку? Но это страшно. Могут арестовать. Можно? Ждите здесь, я скоро вернусь. М? Лиза, привет. Танюш, привет. А ты где? Я звоню в гостиницу, тебя нет. Ты как вчера добралась? Все в порядке. А сейчас я поехала в ЗАГС. Ты что, замуж выходишь? Да нет, ну что ты. Не за первого уже встречного таксиста. Свидетельство о рождении нужно восстановить. Хорошо. Надо бы встретиться еще. Встретиться. Ну, конечно, конечно, нужно встретиться. Мы хотели с папой и тебя пригласить. Лиза, я перезвоню. Через пару часов можно забрать. Как вам это удалось? Сколько я должна? Нет, нет, никакого криминала, если вы про взятку. Просто начальник архива, она кое за что мне благодарна. Такой русский бартер. Ты мне помог, я тебе помогу. Ну, и так далее. Интересно, чем таксист мог помочь начальнику архива? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Да, я слушаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А температура? Нет, нет, ничего не делайте. Я еду. Все. Не бросайте меня. А это по работе будет очень скучно. Потом я буду мчать, как сумасшедший. А я люблю скорость. И очень хочу к вам на работу. А вы от меня не избавитесь. Должна же я понять, кто вы такой, таксист Юрий. Папа, Танюха поехала за документами. Но ты не переживай, я ее вызвоню и приведу в театр. Ты готовься. Ты должен быть сегодня на высоте. Лизок. Мерси, мон кюр. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Юрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вы же в отпуске. Я Кварья, а она со мной. Юрий Алексеевич, простите, рано, панику подняла. Еще два раза померили, нормальная температура. Наверное, с термометром что-то. Она уснула, даже капельницы оставить не хочется, чтобы не разбудить. Не страшно. Проснется и тогда поставишь. Но не позже четырех. Хорошо. Это последнее? Да. С завтрашнего дня капаем вот это. Хорошо. Хорошо. Идешь к тебе. И самому Парижу лекарства привезли. Принцесса ты наша. Спи, спи. Молодец, что позвонила. Молодец. Пойдем. Юрий Алексеевич. Да. Юрий Алексеевич, а у нас радость. На счет больницы первые спонсорские деньги для Вари пришли. До свидания. Варечке, к сожалению, я помочь не смогу, потому что она нуждается в присадке сердца, а здесь это, к сожалению, сделать невозможно. Очень надеюсь, что удастся ее отправить в Москву или в Европу. Это ведь ты. Что я? Ты перевел для нее деньги на счет больницы. Точно это был ты. Когда медсестра сказала про деньги, это не было для тебя новостью. Ты даже не спросил, сколько. Ты отдал все, что у тебя было, и поэтому решил поработать таксистом? А я в больнице все никак не могла понять, почему, как я теперь знаю, уважаемый кардиолог, вдруг взялся возить какую-то дамочку. Почему сразу какую-то? Из самого Парижа. А мы что, перешли на ты? Ну, если вы, ты не против? Не против. Так вот, чем ты помог начальнику архива. У нее кто-то болеет. И этому в караоке тоже? Ну, начальница у нее мальчик с недоразвитием клапана. Михаил Михайлович ее три года назад делал операцию после обширного инфаркта. А ты молодец, догадалась. А ты часами следователь? В Москве я окончила педагогический, но потом в Париже была просто женой делового человека. Жена – это очень ответственная профессия, между прочим. Да уж, ни на что другое просто не оставалось времени. Гийом говорил, что я его вдохновляю, и поэтому повсюду брал меня с собой. Ой, а пойдем туда? Да, пойдем. Забавно. Катя плюс Дима, Олег плюс Настя, Ира плюс Коля. И пусть любовь их будет такой же крепкой, как эти замки. Да. Хотя Гийом говорил, что у современного человека главная любовь – это комфорт. Гийома нет уже почти год, а я иногда еще очень скучаю по нему. Да, это очень тяжело – терять любимых людей. Не знаю, любила ли я Гийома, но я была ему очень благодарна. После смерти мамы мне было так одиноко, он меня фактически спас. Думаю, я скорее видела в нем отца, которого у меня никогда не было. Гийом был намного старше. А потом сам стал как ребенок. Болел два года, последний год лежал. Я даже устала быть сиделкой, хотя мне в этом и стыдно признаваться. Нет, нет, ты не должна остыдиться. Ухаживать за умирающим – это очень тяжелый труд. Наверное, но мне все равно стыдно. После мамы Гийом был самым дорогим человеком. Очень жаль, что у нас не было детей. А у тебя есть дети? Нет, жена не хотела. А жена… Сбежала три года назад. Когда я не захотел переводиться в Москву. А почему ты не захотел? Ну, потому что люди болеют везде. Какая разница, где буду лечить – в Москве или здесь? Да, конечно, люди болеют везде. Но ведь зарплата не везде одинаковая. Вот моя жена точно так же говорит. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Я… я думаю, что у каждого есть свобода выбора и… Ирочка, привет. Я в центральном парке. Нет-нет, мне еще надо в ЗАГ заехать. Да нет, какая свадьба. Документы забрать. Хорошо, хорошо. Созвонимся. Да что ж такое? Да, Лиза… Нет, еще не освободилась. Еду в ЗАГС за документами. Ну, хорошо. Давай с Ирой созвонимся и вечером втроем все встретимся. Другое предложение? Ну… Хорошо, буду ждать тебя у ЗАГСа. Да, давай. Ничего не понимаю. Девчонки поссорились, что ли? Да, давай. Давай. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо тебе огромное. Если бы не ты, я пропала. Ты меня просто спас. Ну что ж, за тобой сейчас машина приедет. Всего хорошего. Ты что, вот так возьмешь и уйдешь? А я? Да. А вдруг просить неудобно? А мне много, куда еще надо? Вызови такси. Что, даже номер телефона не оставишь? Спасибо за одолжение. На здоровье. Удачи. Танюш! Здравствуйте. Как хорошо, что я тебя перехватила. Папа тебя приглашает на премьеру. Поехали. Какая прелесть. Константин Сергеевич меня еще помнит? Ну, конечно же помнит. До свидания. Здравствуйте. Таня еще в архиве? Нет, она только что уехала с другой подругой. В смысле? А вы случайно не знаете, куда они отправились? Они что-то про премьеру говорили. Премьера. Значит, театр. Константин Сергеевич. Лизка проныра. Боря, как у вас там дела? У нас просто замечательно. Стихи повторили, песни выучили. Я вот думаю, может, какой-нибудь танчик забас. Ну, Канкан, например. Могу себе представить это зрелище. Так, Рябков, Канкан отменяется. У нас появились конкуренты. Лизка пытается пристроить Константин Сергеевич. Но я, конечно, мне этого сделать не позволю. Так, давай повторяй с детьми стихи и песни. Я еду в театр. Ждите. Скоро будем. Спасибо, 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 спасибо. Да. Как же я вам благодарна, Константин Сергеевич. Спектакль просто потрясающий. Да. Спасибо. Спасибо, Танечка. У вас всегда был тонкий вкус. Танечка, да, кстати, о вкусе. Помнишь, как мы в школе забирались Константину Сергеевичу в гримёрку и мерили там костюмы. А какой гамлет был, Константин Сергеевич? Вот, Танечка, вы помните моего гамлета? Я тронут. А как же это было настоящее потрясение. Так, молодость, молодость. Все были, как вчера. Ну что вы, Константин Сергеевич, вы сейчас главный герой-любовник в Зареченске. Офелия, радость, помяни меня в своих молитвах. Нимпа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирочка. Да? Откуда ты здесь? Я не откуда, я куда. Танюш, я тебя уже час здесь жду, чтобы тебя забрать. Мы с Борей приглашаем тебя в гости. Дети концерт приготовили. А я тебе звоню-звоню, ты не отвечаешь. Лиза тоже недоступна. О премьере-то весь город знает. С премьерой вас, Константин Сергеевич. Ну вот, я и сложила два плюс два, что больше вам быть негде. Да я звук в театр отключила. А, ну да. Дети тебя так ждут. Приготовили и песни, и стихи. Очень расстроятся, если ты не приедешь. Дети расстроятся. Нужно поехать. Конечно. Конечно. Нужно поехать. Все вместе. Папа послушает, совет даст, да, папа? С удовольствием. Но у меня в машину-то все не войдут. У меня же там кресла детские. Два. А мы на такси? Встать на каждом углу. Да. Поехали все вместе? Ну, поехали. Раз так. Когда глаза откроет кот, в них солнце заберется. Когда глаза прикроет кот, в них солнце остается. Вот почему по вечерам, когда мой кот проснется, я в темноту гляжу, а там, там два кусочка солнца. Браво. Прелесть. Это же Марис Карам. Ты любишь Мариса Карама? Так это мы в интернете нашли. Да, я люблю французский. И вообще, все французское. Да. Машеньку в школе очень хвалят за ее склонность к языкам. А как тебе ее французский? Очень неплохо. Если ты действительно любишь французский язык, стоит заняться им серьезно. Ну, французский сейчас не так востребован в России. Учи, Маш, китайский. Вот где перспектива. Это правильно, Лизенька. А пока Коленька исполняет песню, мы с Лизой приготовим сюрприз. Да, Лиза? Да. Следующим номером программы будет русская песня. Вьюн над водой. Поговорим? О чем? Ты чего мне палки в колеса вставляешь? Кто палки вставляет в колеса? Между прочим, мы с папой раньше захотели Тане помочь. Альтруисты. То есть ты считаешь, что выдать Татьяну замуж за ровесника ее отца это помощь? А при чем тут возраст? Между прочим, у папы с Таней в прошлом романтическая история, и оба ее помнят. И у миграционной службы не возникнет подозрений. Конечно, но какие тут подозрения с такой-то разницей в возрасте? А что, между прочим, у Тани муж был тоже много старше ее. Может быть, она любит возрастных мужчин. А тебе должно быть стыдно. Решила мужа на подруге женить. Мы в разводе. Ага, то-то я смотрю, явились с единым фронтом. Дети вдруг на французском запели. Это были стихи. Какая разница? Так вот, почему вокруг меня такая суматоха началась. Значит, вы обе вот так рветесь мне помочь. Браво! Чего еще можно было ожидать от настоящих подруг? Конечно, бескорыстной помощи. Танюха! Танюха, ну прости нас. Танечка, постой. Просто сердце болит за детей, понимаешь? Хочется же для них всего самого лучшего. А если их нет, так и рожать-то нет кого. Вокруг одни сплошные инфантилы. Я понимаю и лишний раз убеждаюсь, что свои проблемы надо решать самой. Спасибо, мои дорогие, за прекрасный вечер. Уж вы-то старались от чистого сердца. Всем пока. Приятно было повидаться. Танюша. Лизонька, а Танюша обиделась, что ли? А я говорил. Мне надо было давить на человека. Рябков, ты куда с проповедями? Ну чего, Фьюн, петь еще раз? Лизонька, а Танюша обиделась. В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, ожидайте ответа или перезвоните. Пожалуйста, спасибо. Ого, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Жак, здравствуйте. Надо как можно быстрее перевести деньги на один российский счет. Нет, это не оплата покупок. Напишите в графе «Цель» спонсорская помощь на операцию по пересадке сердца. Да, до скорого. Алло? Кардиолог Балашов, вы мне звонили. Юра, мы можем увидеться. Нам очень надо поговорить. Я должна тебе кое-что рассказать. То есть объяснить. Ты сейчас где? В парке. Там, где мы сегодня были. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Как хорошо, что ты приехал. Прости меня за мою бестакленность. Я не хотела тебя задеть и делать больно. Я не должна быть... Да нет, это ты меня прости. Любая женщина на твоем месте поступила бы так же. Я не любая. Ну, прости меня. А хочешь покататься по ночной городу? Заодно расскажешь про спектакль? Это было так обидно. Я скучала по девчонкам все эти 10 лет. И они же меня очень хорошо встретили. Тепло, искренне. А потом я просто попросила их помочь. А они вот так со мной. Люди думают, что у их соседа счастье больше. Прости им. Любой бы на их месте соблазнился. И ты тоже? Ты тоже захотел бы на мне жениться? Мне отвечать на вопросы невежливо. Таня, давай закроем эту тему. А что такое? Я тебе не нравлюсь? Неужели я так безобразна? Просто закроем тему и все. А я не хочу ничего закрывать. Я хочу знать правду. Опять. Никак не успокоиться. Так ты отказываешься отвечать. Я сказал, сменим тему. Все. Я тебя сейчас в гостиницу отвяжу. Да что ж такое? Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. А меня... Нет, нас. Могут пустить в то караоке еще раз. В караоке? Да. Вдруг отчаянно захотелось петь. А в гостинице, ну, никаких условий. Хорошо. Только надо будет Михалыча предупредить. Думаю, он будет не против. Отлично. Лиза, ты еще у Иры? Замечательно. Подъезжайте в караоке. Да-да, туда, где мы с вами были. Мне надо вам кое-что сказать. Ну, а потом споем. Мадам, мы рады приветствовать вас. Жак, будьте добры, перезвоните мне через пять минут. Только точно через пять минут. Скажите, что долги мужа оказались гораздо больше наследства, и я разорена. И причитайте погромче, чтобы всем было слышно. Спасибо, Жак. Я на вас надеюсь. Чего ты, она прочирикала так гладко? А ты у нее спроси. Говорила мне мама, учи языки Миша. Танечка, Танюш. Девочки. Сначала спасибо вам за хлопоты. Простите за то, что вспылила. Я была не права. Ну, вы, конечно, имели право предлагать мне любые кандидатуры. Просто я не ожидала, что начнется такая борьба без правил и погоня за прибылью. Танечка, просто... Подождите, девочки, я не договорила. Вы знаете, один умный человек мне сказал, что любой бы на вашем месте соблазнился. Поэтому, пожалуйста, простите меня за то, что я вас соблазнила. Больше я этого делать не буду. Да, Жак. Мадам, вы разорены. Долги господина Гийома оказались гораздо, гораздо больше наследства. Жак. Что вы такое говорите? Увы, мадам, у вас нет ни гроша. Срочно возвращайтесь в Париж. Скоро должны описывать ваше имущество. Что, что, Тань? Я разорена. О, Господи. Долгов у Гийома оказалось больше, чем состояние. Все имущество скоро пишут. Простите, мне надо срочно поговорить с адвокатом, иначе я рискую остаться буквально на улице. Что это был за балаган? А что я такого сделала? То есть ты считаешь, что это было нормально? Конечно. Искушения закончились, теперь нет никаких поводов для зависти. Ха, сколько русская мере. А зачем врать? Почему нельзя сказать правду? Зачем унижать людей? Да потому что я им не нужна. Им нужны только мои деньги. Господи, да что ж за ерунда такая? Десять лет назад, когда умерла мама, я никому была не нужна. Никому. Потому что я была такой же нищей, как они. Из меня нечего было взять. Десять лет назад твое горе и твои проблемы не были единственными в мире. Эти десять лет прошли, а ты все равно думаешь только о себе. Да если бы я не соврала, что разорилась, они бы продолжали клянчить, пока не вытрясли из меня все, что только можно. Ты никогда не был богатым. Ты не знаешь, что это такое, когда все хотят от тебя только одного – денег. Да, я не знаю. Я не знаю и не хочу знать. Но я не собираюсь прятаться за деньгами от жизни, от живых людей, с их проблемами. Ну почему ты не хочешь меня понять? Знаешь, ты очень ограничен. Ладно, давай успокоимся и поговорим по дороге. Я считаю, что тебе лучше вызвать такси. А вдруг я начну у тебя что-нибудь клянчить? Боню и мадам. Сладких снов. Хам! Мадам, я не могу вас бросить такую минуту. Позвольте, я вас подвезу. Пойдемте. Мадам, я не могу вас бросить. Я не могу вас бросить. Пойдемте. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, что ты так расстроилась? Спасибо. Ну, не вышло у нас ничего. Жили же мы без этой Франции и дальше проживем. А хочешь, я из театра уйду? В свадьбное агентство подамся. А что, на свадьбах, на корпоративах можно уйму денег заработать? Заработаю денег, отправлю тебя в круиз, кругосветный. И там ты донешь свое счастье. Фабше замещанство. При чем тут мое счастье? Ну, как при чем? Я нормальный отец. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Я же не об этом. Мы сволочи, понимаешь? Да почему? Мы ни у кого ничего не украли. Хотели как лучшую для всех. Да неправда. Мы Таней попользоваться хотели. А как денег не стало, так мы все в кусты. Это же свинство. Да, ты права. Это свинство. Да, в такой переплет человек попал. Чем им можно помочь? Образование какое-то есть? Ну, училась она в педе. Окончила нет, не знаю. Ну, французский и английский-то она по-любому знает. Во Франции без этого никак. Ну вот, уже что-то. Так, в гимназии англичанка в декрет уходит. Надо будет с директором поговорить по поводу Таньки. Прекрасно. Угу. Просто прекрасно. А пока ее надо обеспечить частными уроками. Угу. Ну что, будем детей французскому учить? Угу. Будем. Так, надо что-то делать. Давай ей позвоним, все объясним. О, нет, нет, нет. Нет, пап, садись и успокойся. Надо как-то это все наоборот переварить и... Утро вечера мудренее. Пап. М? А что, если ей предложить у нас пожить? Ну, конечно, Лизонька. Да? Какая ты умница. Ну, вот и хорошо. А я поговорю с администрацией. Не знаю, может, выделит и какую-нибудь служебную комнату будет дворником работать. Ну, пока что. Не волнуйся, все, что мы придумаем. А я и не волнуйся. Зачем мне волноваться, когда у меня есть ты? Ирочка. Ревков. День рождения. Юрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какой вы молодец. Только на работу пришел, я уже молодец. Ну как же, деньги снова на счет пришли. Вся сумма и даже больше. Какие деньги? Для Вари. Спонсорская помощь. Я думала, это вы каналы наладили. Погоди, откуда деньги пришли? Какой-то, какой-то благотворительный фонд. Французский, кажется. Давай ложечку за маму. Теперь ложечку за папу. А теперь за то, чтобы операция у нас сложилась удачно. Молодец. Ну как? Юрий Алексеевич, ну как же здорово, что Варвара наша во Францию едет. Сердечко свое лечить. Скажи доктору спасибо. 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 Я сейчас вернусь. Таня, возьми трубку. Таня. Здравствуйте, Альберт. Просто Алик. Желаете кофе? Нет, я по делу. Вы помните, я... Мы тут подругу встречали. Помню. Ее нигде нет, на звонки не отвечает. Портье сказала, что и ночью ее не было. Я подумала, что, может быть, она сюда заходила. Нет. Знаете, я бы заметил. И что же теперь делать? Мы ее так обидели, и она пропала. Может, полицию? Боюсь, заявление о пропаже могут принять не раньше, чем через трое суток. А хотите? Я сейчас же закрою ресторан, и мы вместе поедем искать подругу. А это возможно? Закрыт ресторан? Нет, вы... вы правы. А знаете что? Давайте я вызову машину. Вы поедете искать подругу куда угодно. Я все плачу. Вот, возьмите визитка. Там мой номер. Держите меня в курсе. А вы, кажется, очень хороший человек. Добрый. Я вызову вам машину. Нет, нет. У Ирки есть машина. Вы правы, не надо искать одной. Нужно как-то объединиться. Ирочка! И ты-то, Анне, звонила? Нет, в гостинице ее не было и нет. Ага, я поняла. Хорошо, хорошо, я скоро приеду. Так я вызову вам такси? Я сама. Спасибо. Я обязательно буду держать вас в курсе. До свидания. Ну, куда же она могла деться-то, наша Танюха? Таксист! Подозрительный. Боря? Точно. Так. Боря? Боренька, у нас тут мужчина один, все Татьяну возил. Я тебе сейчас перешлю номер его машины. Проверь, пожалуйста, по своим каналам. Ну, Боренька, ну попроси их, пожалуйста. А то Татьяна пропала, мы думаем, может быть, она у него. Ага. Ждем. Целую. Помирились? Хорошо, замужем. Неплохо, когда у мужа хорошая связь. Где же, может быть, француженка-то наша? Да, Борь? Я так и знала. Никакой он не таксист. Ага. А кто? Кардиология Балашин слушает. А, здравствуйте, Ирина. Конечно, узнал, да. Как вы меня нашли? И вы ищете? Нет, на мои тоже не отвечает. Да нет, из караоке мы отдельно ушли. Да, конечно, конечно. Как только появится, я сразу сообщу. Давайте, диктуйте номер. Секунду. Да, записываю. Да. Да, всего доброго, на связи. Проблема? Аня, мне нужно уйти. После обеда буду. Все, давай. Откройте! Откройте немедленно! Да что же за шуточки такие идиотские? Мадам! Вы? Ваш завтрак готов. Ненавижу устрицы. От шампанского меня мутит. Так это вы меня здесь заперли? Простите, у меня не было выбора. Да как вы посмели вообще? Старым дедовским способом капелька хлороформа. А посмел, потому что влюбился. Как мальчишка. Будьте моей женой, мадам Базен. Перестаньте валять дурака. Действительно. Зачем валять дурака? Поговорим, как нормальные деловые люди. Где мой телефон? Отдайте немедленно. Только после того, как вы назовете мое имя своему юристу. А до тех пор ваш телефон будет лежать у меня с выключенным звуком. Потому что вы со вчерашнего дня находитесь в трансе и на звонки не отвечаете. С какой стати я должна называть ваше имя? А потому что мы пошенимся. Вы получите наследство. Я получу гражданство. Через полгода вы выплатите мне чуть-чуть отступного. И я куплю себе бизнес в Париже. И тогда кредиторы могут искать меня сколько угодно. Да, и у меня очень хорошая память. Можете не сомневаться, в общении с иммиграционными службами я вас не подведу. Я не выйду за вас замуж. Так альтернативы-то нет. Иначе вы просидите здесь до конца срока. Либо вы выходите отсюда моей супругой, либо нищенкой. Меня будут искать. Меня найдут. Это вряд ли. Вы же сами всех распугали. А двери здесь бронированы. Замок сейфовый. Звукоизоляция. Для себя, любимого, делал. Так что стучать бесполезно. Да вы... Вы просто сумасшедший. Отпустите меня немедленно. Я вижу, вам надо подумать. Я вас оставлю. Нет, нет, нет. Хам! Сволочь! Ненавижу! Урод! Урод! Михалыч, ты у себя? А я по двери встаю. Помощь твоя нужна. Только давай по-быстрому. Ко мне сейчас покупатель придет. Бар смотреть. Продаешь? А что вдруг-то? Тогда осталось все. А ты еще пришел? Слушай, Михалыч, у тебя тут вчера девушка из самого города Парижа была. Ты не знаешь, куда она потом после бара поехала? А я почем знаю? А что ты засуетился? Я думал, ты такси вызывал. Не, я в бар вернулся. Вот. Все книжные бегал. Все, что было, купил. Ну, что ты? Что ты рассвистелся? Ну, купил и купил. А ну-ка. Самоучитель французского, путеводитель по Парижу, русско-французский словарь. Иди отсюда. Иди отсюда! А я смотрю, Михалыч, ты время даром не теряешь. Бар продам, уеду. А что? А нехорошо. Нехорошо. Нехорошо, потому что у меня скоро пенсия, а я, кроме русского, ни одного языка не знаю. А нехорошо, Михалыч, женщину заставлять за себя замуж выходить насильно. А с чего ты взял? Сам выпустишь? Или, может быть, в полицию звонить? С какой стати? А я скажу, что здесь у тебя бомба. Приедут саперы, и при мне с собаками все обыщут. С ней здесь ничего плохого не случится. А мне, понимаешь, мне новая жизнь в подарок, Юра. веди к ней. Михалыч, иначе я от тебя, как врач, несмотря на клятву Гиппократа, откажусь. Ты понял меня? Да, понял я. Веди. прощай город Париж. Так, не приблиняйся, заработаешь, и с вами поедешь. Давай, открывай. А, такси! Вот тебе! Получай! Такси, говорю, вызывали? Юрочка! Он меня запер. Ну, прости его. Деньги все делают сумасшедшими, а он, между прочим, сам решил тебя отпустить. М-м-м-м. Тссс! Здрасте! Здрасте! Танечка! Танюш! Танюш, мы предлагаем тебе с папой у нас жить, а мы с Борей уже почти нашли тебе работу. Танюш, ничего, не пропадешь. Мы рядом. Девочки. Девочки мои. Дядя! А? А тебе тоже надо петь? Что? Русскую народную песню. Какую? Вью над водой. Да, Жак, получается такая сумма. Потому что оборудование для кардиологии, средиземноморский круиз для двоих. Нет, каюты разные, едут отец с дочерью. И двух детей необходимо этим летом отправить в лагерь с изучением языка. Данные я вам почтой пришлю. Кандидат? Я вам чуть позже скажу, Жак. Я помню, что завтра крайний срок. Да, до скорого. Мы приехали, мадам разговаривать. я хорошая девочка. Да. Я правильно все сделала? Да. Может, ты меня хоть поцелуешь за это? Что? Юра, а что? Прости, Таня, я не могу. Я ничего не понимаю. Что случилось? Тань, прости, я просто не тот человек, который тебе нужен. Я тебе не нравлюсь? Ты замечательная. Ты великолепная. Просто я не то, что тебе нужно. Почему? Да потому что я не смогу уехать отсюда. Я не смогу жить с тобой в Париже. Я не смогу оставить все вот это. И жениться на тебе эффективно, это вообще выше моих сил. Я уверен, ты найдешь себе кого-нибудь. Типа как Борис или Константин Сергеевич, только не я. Не нужно было мне все это начинать. Ну, катись ты. Слушай, у вас, Жак. Я помню, что времени почти не осталось. Нет, пока я не могу назвать вам никакой кандидатуры. Да идите вы к черту, Жак. Ой, юн над водой, ой, юн над водой, развивается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, ой, жених у ворот. Жених у ворот, ой, жених у ворот, дожидается. Вывели ему, ой, вывели ему, златогривого коня. Это не мое, ох, это не мое. О, это не мое, это братца моего. О, это не мое, это братца моего. Что случилось, Тань? На дворе ночь, а поблизости ни одного такси. Ты меня не подвезешь? Да. Посмотри направо. А почему ты здесь? Сначала я думала, что ты прав. И надо позвонить Лизе или Ире. Борис хороший вариант, не говоря уж Константине Сергеевича. Потом решила послать все к черту и улететь в Париж. Даже билет купила. Но потом испугалась. Испугалась, что потеряю тебя из-за этих проклятых денег. Миллионер, что ты замуж брать не захотел? Может, тебе учительница французского подойдет? Думаешь, я снова разыгрываю? Давай позвони моему юристу, он точно скажет. Все сроки вышли. Никакого наследства у меня больше нет. Все состояние, несколько акций и маленькая квартирка в пригороде Парижа. И та в залоге у банка. А все деньги, которыми я могла распоряжаться, ушли на благотворительность. Я сволочь, Тань. Прости меня. Я никогда никого в жизни так не любил. Я клянусь тебе, что я сделаю все, чтобы ты была счастлива со мной. Правда. Я так счастлива. Просто потому, что ты рядом. Ну, возьми трубку. Не хочу. Не хочу отрываться от тебя. Ну, возьми, возьми и поедем домой. Я вас слушаю, Жак. Мадам, я еще раз внимательно изучил завещание. Там не написано, что время надо считать со дня смерти господина Гийома. Нет, мадам. Год считается со дня оглашения завещания. А его оглашали уже после похорон. Так что у вас в запасе еще почти неделя, мадам. Спасибо, Жак. Ну, что он сказал? Ничего особенного. Ругался, сказал, что никогда не понимал этих русских. А мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Там текста было гораздо больше. Французы всегда говорят слишком много о том, о чем можно сказать в двух словах. А ведь иногда вообще слова не нужны. Поехали скорее домой. Нам нужно как следует подготовиться к свадьбе. Замок. Мы повесим на том мостике самый большущий замок. С гравировкой Юра плюс Таня навеки. Милый. Ну, ты ведь согласен, что это будет просто замечательно? Конечно. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok